Итак, друзья, всем добрый день! Давно хотели провести для вас прямой эфир касаемо аллергических реакций, касаемо применения местной анестезии в детской стоматологии. Очень много вопросов. И сегодня совместно с Николаем Александровичем, с врачом-педиатром, аллергологом, иммунологом, мы будем разговаривать на эту тему. Да, маленькая такая подводочка. Мы с Николаем Александровичем принимали в свое время достаточно плотно и много детей с сопутствующими аллергическими реакциями. Тех детей, у которых были аллергические реакции в анамнезе, это и отеки квинки, и даже у нас была пациентка с анафилоксией в анамнезе. И, в общем-то, нам есть что рассказать на эту тему. Итак, давайте, наверное, начнем. Николай Александрович, первый вопрос, который, наверное, всех волнует, это аллергические реакции на местную анестезию. Ну и нужно ли проводить аллергопробы в самом начале, перед тем, как мы приступаем к первичному лечению, когда пациент еще ни разу не приходил на прием, никогда не применялась местная анестезия. Насколько оправдана рутина всем, практически всем пациентам, проводить аллергопробы? Ну, действительно, проблема сохраняется. И в этой связи хотел бы сказать, что очень часто ко мне приходят пациенты, от стоматологов приходят, причем дети, не страдающие какими-то атопическими заболеваниями, проблемами, без каких-либо реакций на местные анестетики, с целью подстраховки, с целью выполнить обследование, что у ребенка не будет никакой аллергической реакции на местные анестетики. Во многом, конечно, такие обследования, да в большинстве случаев, абсолютно не показаны. И когда мы знаем, что у ребенка не было никакой аллергической реакции на лекарственный препарат, он никогда не контактировал с местным анестетиком, то в этих случаях, собственно, и обследование не показано, оно нецелесообразно и абсолютно не нужно. Действительно, раньше, ну, это было там 30-40 лет назад, когда был высокий риск аллергических реакций на препараты на основе навокаина. Действительно, мы делали подобные исследования. В настоящее время современные лекарственные препараты, которые используются в стоматологии, они абсолютно безвредны, они безопасны и не приводят к развитию каких-либо тяжелых аллергических реакций. Тем не менее, да, вот я как детский стоматолог очень часто встречаюсь с тем, что ко мне приходят родители, приводят ребенка, и все равно переживают, да, то есть они переживают, и они настаивают на том, чтобы мы сделали первично аллергопробу перед началом лечения. Как быть вот в таких случаях, когда родители хотят и требуют, да, то есть будет ли информативно такое обследование, вообще имеет ли в этом смысл? Ну, собственно, здесь нужно понимать вот механизмы работы иммунной системы. Дело в том, что если иммунная система никогда не сталкивалась с тем или иным аллергеном, ну, собственно, мы и не ожидаем никакой реакции. Ну, условно говоря, вот человек, который никогда не получал там аспирин, никогда не контактировал с этим препаратом, у него не будет никакой аллергической реакции однозначно, потому что не выработали сенсила. И, собственно, выполнение аллергологического обследования в этих случаях является абсолютно избыточным. Когда мы настаиваем на проведении исследования? Только в тех случаях, если у ребенка после проведения стоматологического вмешательства с использованием местных анестетиков, развелась какая-то реакция, и в этом случае нужно действительно исключить или подтвердить, связан это с местным анестетиком или нет. Во всех остальных случаях с целью подстраховки, для контроля, ну, поверьте, что это обследование является абсолютно неоправданным и избыточным, и не требуется каких-либо исследований, анализов, чтобы, опять же, исключить или подтвердить сенсибилизацию к местным анестетикам. Если говорить про мировой опыт аллергологический, то в настоящее время у здоровых детей никто не выполняет каких-либо обследований для исключения сенсибилизации на местной анестетике, тем более, что касается детей, которые раньше не контактировали с этими лекарственными препаратами. Есть еще один такой нюанс, с которым я тоже часто сталкиваюсь. Бывают такие родители, которые приводят детей, и они уже до приема были на приеме у аллерголога или даже не у аллерголога, просто самостоятельно сдавали скорее тесты в какой-то лаборатории. И они приносят выписку, в этой выписке есть какие-то данные, и там могут стоять цифры, 2+, 3+. То есть, как будто бы, несмотря на то, что организм маленького ребенка не сталкивался еще ранее с местным анестетиком, аллергопроба, исследования показывают, что как будто бы какая-то аллергическая реакция возможна. То есть, вот эти вот цифры, они очень часто родители пугают. Расскажите, вот что тогда делать с этими цифрами, насколько можно им верить, и что мы должны предпринимать, если вдруг родители уже самостоятельно сходили, сдали, но не дождались наших рекомендаций. Как поступать вообще? Ну да, в данном случае, скорее всего, речь идет о сдаче анализов крови на местной анестетике, на так называемые специфические манглобулины Е. Но дело в том, что вот сами местные анестетики – это низкомолекулярные, как правило, структуры. И сами по себе они, как правило, не провоцируют выработку специфических манглобулинов Е. И только в связи с белками крови они могут, ну, составлять так называемые гавтены, которые могут потенциально привести к развитию аллергических реакций. Дело в том, что в мире никто не проводит определение аллергии по, вот, на местной анестетике по крови. Это недостоверно. Этот анализ, который не несет полезной информации ни родителям, ни докторам. Я понимаю стоматологов, которые действительно видят там 3+, 2+, безусловно, они обеспокоены так же, как родители, и отправляют этих детишек к аллергологу. Ну, и аллерголог в этом случае говорит и озвучивает, ребят, ну, это анализ, который не несет какой-то статистически значимой информации, и он, по большому счету, не информативен. Если говорить по обследованию, вот, опять же, детишек, у которых ранее отмечались какие-либо реакции при введении местных анестетиков, то в этом случае общие рекомендации звучат так. Да, если реакция отмечалась, в этом случае мы начинаем с проведения кожных проб, аллергопроб с местными анестетиками, причем эти кожные пробы должны выполняться с препаратами, не содержащими адреналин. Вот. И золотым стандартом для диагностики аллергии, аллергических реакций на местные анестетики, в каких-то очень серьезных случаях являются так называемые подкожные тесты или провокационные подкожные тесты, когда мы вводим небольшие дозы местных анестетиков подкожно, как правило, в плечо, в волос плеча, с оценкой ситуации, с оценкой клинической картины каждые 15-20 минут. То есть мы постепенно увеличиваем, увеличиваем дозу, увеличиваем эту концентрацию препарата с оценкой местной системной реакции. Поэтому, если говорить по анализу крови, ну, я просто призываю, собственно, не заниматься вот этими ненужными обследованиями по крови, потому что они не несут никакой информации статистически значимой. Вот. И если у нас есть какие-то сомнительные случаи, да, врачи-аллергологи должны поставить кожную пробу с местным анестетиком. В этом случае ситуация такая по кожным пробам, когда вот мы капаем этот анестетик на предплечье, делаем прокол кожи, что если у нас выходит положительный результат, то да, мы говорим о том, что велика вероятность развития аллергической реакции. Но при этом отсутствие какой-либо реакции по кожным тестам не дает, опять же, стопроцентной гарантии, что у пациента нет реакции на местные анестетики. В любом случае, я хотел бы прояснить ситуацию по аллергии на местные анестетики. Вот. Частота аллергических реакций истинной аллергии на местные анестетики составляет 1 на миллион. Это вот подтверждено. То есть, крайне малая вероятность. Причем, по данным статистике, каждый десятый пациент отмечает какие-либо реакции на местные анестетики. То есть, когда стоматолог вводит препарат, многие пациенты отмечают головокружение, сердцебиение, головную боль. Каждый десятый пациент. Но это связано... Такие реакции связаны не с введением местного анестетика, а, как правило, это различные вегетативные реакции. Это реакции, связанные с так называемым адюваном. Ну, например, с адреналином, который сам по себе может приводить к сердцебиению или головокружению. В составе местных анестетиков есть еще другие соединения, типа парабенов, сульфитов, ДТА, которые сами по себе также могут приводить не к аллергическим реакциям, а просто к токсическим реакциям, связанным с воздействием этих препаратов на организм. Поэтому нельзя связывать любой эпизод головокружения, головной боли или каких-то сердцебиений, подъема давления именно с воздействием местных анестетиков. Нет. Вот роль местных аллергий на местные анестетики, она в настоящее время минимальна. Как правило, 90% всех вот так называемых реакций, они связаны с психосоматикой. Пациент увидел шприц и успугался, и упал в обморок. Пациент увидел какой-то страшный инструмент у стоматологов, и все, и загружилась голова, и стало плохо. То есть, это реакция, которая не связана абсолютно с аллергией, с препаратами, и здесь нужно вот в этом плане четко дифференцировать. Итог, наверное, маленький, нужно подвести. В общем, наверное, продублирую информацию. Рутинно всем подряд делать те или иные виды обследования смысла просто никакого нет. Немножко отвлечемся. В прошлом году ездил в Казахстан, обучал там сразу три клиники в разных городах, и, как оказалось, в Казахстане, представляете, делается абсолютно всем пациентам рутина, обследование, и причем это как-то на уровне Минздрава. Стоматолог даже не может ничего сделать, даже если у ребенка, по сути, острая боль, и требуется наказание помощи здесь и сейчас. Даже если нет никаких предпосылок к тому, они не имеют права. Я был, на самом деле, очень удивлен, что в Казахстане будет такая ситуация с местными анестетиками на сегодняшний день, и они не знают, как, в принципе, выйти из этой ситуации. Ну вот, я прошу прощения, чтобы вас перебиваю. Вот у меня был опыт стажировки в Израиле, там есть ведущая детская клиника, Шнайдер. И, собственно, мы обсуждали эту проблему с одним из ведущих аллергологов. И когда я спросил по поводу, ну, а диагностируется ли аллергию на местной анестетике, он не спросил, а зачем? Потому что это настолько неактуально на современные препараты. Это не нужно. И выполнять избыточные, ненужные исследования, собственно, они это не делают. Да, в редких ранее, редких случаях, по показаниям, опять же, если у ребенка, у пациента в течение часа после введения препарата развилась некая реакция, связанная, похожая на аллергию, да, в этом случае мы должны обследовать. Все остальные случаи не нужно и тревожить, и беспокоить ребенка, и родителей, и сдавать кровь. Это просто лишняя трата и нервов, и времени, и денег, на мой взгляд. Есть еще, скажем так, пациенты, у которых имеются сопутствующие какие-то аллергические реакции, да, там, поленос на кошечек, на собачек, какая-то, может быть, даже лекарственная аллергия, или пищевая аллергия, да, вот что касается этой группы пациентов, как быть им? Потому что они, конечно, боятся, потому что большинство родителей видели своими глазами какие-то аллергические реакции, например, там, от съеденного яйца у ребенка, вот совсем недавно, да, у меня был пациент, который просто съел яйцо, и у него был отек в инке. И, естественно, мама переживает, да, я понимаю ее переживания, потому что она не хотела бы с этим же столкнуться. Как быть детям, у которых есть какого-то другого рода аллергические реакции? Да, я прекрасно понимаю, собственно, тревоги родителей, эти детишки тоже часто приходят к нам, но вот по данным исследований в настоящее время не доказана взаимосвязь между аллергией на местной анестетике и другими аллергическими заболеваниями, например, бронхиальная астма, поленос, атопический дерматит, крапивница. Нет, к счастью, такой взаимосвязи нет, что если у пациента, например, поленос, то у него, безусловно, будет аллергия на местной анестетике. Нет, это вообще независимая история. Вот, в этом случае мы при обращении к стоматологу просим, чтобы действительно у пациента было контролируемое течение заболевания в стадии ремиссии, вот, и в этом случае он абсолютно спокойно может лечить зубы без каких-либо рисков в отношении развития острых аллергических реакций на местные анестетики. Ну, единственное, вот, по данным, опять же, исследований, если и развивается в тех редких случаях какая-то аллергическая реакция на препараты, то у детей атопиков она может протекать более тяжело. Да, это такая взаимосвязь есть. Но в целом аллергия на местные анестетики и другие аллергические заболевания, они никак не взаимосвязаны. Поэтому здесь не стоит тревожиться родителям, что если у моего ребенка атопическая дерматия и пищевая аллергия, то, значит, у него будут проблемы с местными анестетиками. Нет, к счастью, это не так, поэтому можно абсолютно спокойно идти к стоматологу, и в этом случае также не требуется какое-то дополнительное обследование, кожные пробы, провокационные тесты на местные анестетики. Единственное, что мы, как аллергологи, просим, в этом случае, ну, когда идете к стоматологу, действительно, заболевание основное аллергическое должно быть под контролем, в стадии ремиссии, и об этом, конечно, нужно говорить стоматологу. У меня вопрос тогда еще один. Раньше были совсем другие местные анестетики, да, раньше давно-давно применялся на вокаин, да, и какие-то, может быть, другие местные анестетики достаточно широко, и они действительно вызывали аллергические реакции. И очень часто родители вспоминают свое детство, вспоминают там свое какое-то прошлое, связанное с зубами, и рассказывают о том, что, вы знаете, мне когда-то лечили зубы, у меня была совершенно точно аллергическая реакция на, например, на вокаин, да. И они очень переживают о том, что аллергические реакции на местные анестетики, вообще лекарственная аллергия, она может передаваться по наследству от, там, папы или мамы ребенку. Так ли это? Стоит ли переживать тем родителям, у кого были раньше аллергические реакции? Ну, и, соответственно, как мы должны относиться к таким детям? Ну, здесь сходная ситуация. К счастью, не прослежена наследственная такой предосположенности по аллергии на местные анестетики. В отношении чего у нас прослежены доказы пеномерства? Ну, например, там, поленоз, сезонные аллергические риниты, да. Если у папы, например, есть поленоз, велика вероятность, что у детишек, там, может быть, тоже проявление поленоза. В отношении бронхиальной астмы, да, есть взаимосвязи. В отношении лекарственной аллергии, такой взаимосвязи нет, к счастью. Да и вообще, если говорить о проблеме лекарственной аллергии, поверьте, что местные анестетики стоят далеко не на первом месте. Наиболее часто лекарственные аллергии вызывают все-таки антибиотики. Это пенициллины, это сульфаниламиды, это рентген-контрастные лекарственные препараты. То есть, вот, нестероидные противовоспалительные препараты. Вот основная четверка препаратов, которые вызывают аллергические реакции. При этом, надо помнить, что риск аллергической реакции на лекарственные препараты усиливается при частом длительном применении. То есть, когда препарат колется, колется, колется. И таким образом, организм как бы обучается реагировать на этот лекарственный препарат. Если это какие-то эпизодические введения лекарственных препаратов, то нет. Потом я хотел бы действительно заметить еще тот факт, что действительно раньше использовались такие препараты, как навокаин, прокаин. То есть, это отдельная группа лекарственных препаратов, которые в настоящее время в стоматологии уже не используются. В настоящее время используются совсем другие лекарственные препараты, особенностью которых является, что они не приводят к развитию каких-то серьезных токсических аллергических реакций. То есть, это препараты на основе артикаина, мипивокаина. И они используются во всем мире абсолютно спокойно. И слава богу, проблема связана с аллергией на местной эстетике. Какая она была раньше, еще 30-40 лет назад, в настоящее время она отпала. Поэтому итог здесь такой, да, если у мамы, у папы, у бабушек, у дедушек была какая-то реакция в прошлом, вплоть до анафилоксии, тяжелой аллергической реакции на местной эстетике, на другие препараты, это не означает, что у вашего ребенка или внука будет такая же реакция. Нет. Взаимосвязь не доказана, и можно, опять же, лечить современными препаратами зубки абсолютно спокойно. В общем, маленький итог. Те, кто переживает о том, что возможна аллергическая реакция у ваших детей, если у вас когда-то она была, не нужно переживать. Лекарственная аллергия по наследству не передается, друзья. Вот, в принципе, если так бояться аллергию, да, и переживать у местной анестезии, то нужно точно так же переживать и делать аллергопробы там на любой... Питание, который мы вводим, да, новый препарат. То есть, абсолютно всего нужно тогда бояться и делать прям аллергопробы на все. Да, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что аллергия развивается на высокомолекулярные соединения. Ну, например, белок коровьего молока, белок куриного яйца, пшеничный белок, там, шерсть кошки, пыльца растений. То есть, это соединения белковые, которые способны спровоцировать иммунную реакцию. То есть, выработку антител. Вот, анестетики, это неорганические вещества, они настолько мелкие сами по себе, что, в общем и целом, они не способны привести к реакции иммунной системы. Вот, поэтому в этом плане можно быть спокойным. Еще один такой каверзный вопрос. Например, у ребенка есть какая-то сопутствующая аллергическая реакция, которая на сегодняшний день находится в стадии прям цветущей такой, да, то есть обострения. И при этом у ребенка возникает острая боль. Ну, так получилось, что не успели вылечить зубы, да, так получилось, что появились проблемы, и ребенок приходит, у него острая боль, при этом расцвет аллергии. Что делать? Как быть в таких случаях? Ну, в этом случае все-таки, учитывая, опять же, как мы сказали, безопасность современных местных анестетиков, мы рекомендуем, безусловно, обращаться к стоматологу и лечить ситуацию, связанную с острой болью, и принимать препараты, которые купируют обострение основного аллергического заболевания. Это могут быть антигистаминные препараты при, например, атопическом дерматите или крапивнице. Это могут быть назальные препараты при обострении сезонного аллергического линита. Но в любом случае, если есть острая зубная боль, у пациента даже с обострением аллергического заболевания, мы должны и обязаны купировать острый болевой синдром, и необходимо обращаться к стоматологу. Если это реакция, которая протекала в виде какой-то тяжелой аллергической реакции, то в этом случае стоматологи, как правило, обращаются к анестезиологам, чтобы они присутствовали или рядом с пациентом, или где-то поблизости, что если и разобьется какое-то утяжеление состояния, чтобы можно было оказать быструю помощь. Но, опять же, в абсолютном большинстве случаев такой помощи не требуется, так как современные лекарственные препараты достоверно не приводят к ухудшению и течению аллергического заболевания, не провоцируют какие-то острые аллергические реакции. Но при этом нужно действительно сделать приоритет в купировании острого болевого синдрома. Часто, друзья, бывает так, что, да, у пациента аллергическая реакция, например, в виде поленоза. Пациент идет по поводу острой зубной боли к стоматологу. И аллергия, если может возникнуть, то не на местный анестетик, а на другие препараты, которые может стоматолог потом рекомендовать. Ну, например, на антибиотики или на норофен в сиропе. Такое может быть, и мы это объясняем и говорим, что на любой лекарственный препарат, в принципе, особенно в виде сиропов, возможного возникновения высыпаний на теле, там, зудокожных покровов. Но эти все явления, они временные и хорошо поддаются лечению теми же антигистаминными препаратами. Поэтому здесь итог один, что если, да, у пациента отмечается обострение аллергического заболевания, отмечается острая зубная боль, то нужно идти к стоматологу, нужно лечить зубы, нужно при этом принимать, принять тот лекарственный препарат, который вам рекомендовал аллерголог. Ну, если какие-то были в анамнезе серьезные аллергические реакции, то, безусловно, нужно, чтобы был где-то рядом недалеко анестезиолог. Ну, я думаю, что про схему, как мы работаем с детьми аллергиками, я, может быть, в конце немножко расскажу, да? Да. Еще вопрос. Все равно, да, тем не менее, будут родители, которые очень сильно переживают, да, и боятся аллергических реакций, может быть, это дети там с поливалентной аллергией, да, с бронхиальной астмой, ну, какие-то такие тяжелые состояния. Какова должна быть все-таки подготовка, да, если, ну, если уж делать какую-то подготовку, может быть, прием антигистамины, препаратов там за 2-3 дня, например, что-то еще. То есть, какие мы рекомендации практически можем дать тем родителям, ну, и взрослым, собственно, самим родителям, у кого есть аллергические реакции перед походом к стоматологу, чтобы снизить даже вот этот вот минимальный риск, да, один на миллион, ну, все равно, чтобы его еще... Ну, это зависит от конкретной клинической ситуации. Ну, например, если у ребенка крапивница, то в этих случаях мы рекомендуем плановый прием за 1-2 часа до визита к стоматологу антигистаминового препарата. Если у пациента обострение полиноза или аллергического ринита, ну, чтобы ребенок мог дышать через нос с открытым ртом, нужно, безусловно, принять один... использовать один из назальных спреев. Как правило, это препараты на основе местных кортикостероидов, на зонекс, фоксоназа, авамист, что, опять же, рекомендует вам вошлечащий врач. Если это пациент с бронхиальной астмой, то в этом случае мы рекомендуем, если он, тем более, пациент получает свою базисную терапию противовоспалительную, чтобы пациент принял свой плановый препарат и, ну, собственно, что рядом, было с пациентом препарат для оказания помощи с целью купирования приступа астмы, это венталин или сальбутамол. Ну, собственно, и все по большому счету. То есть, мы смотрим в зависимости от конкретной клинической ситуации, это либо прием плановый каких-либо антигистаминных препаратов, либо у пациентов с астмой это прием противовоспалительных препаратов, ну, и наличие средств неотложной помощи. Все, больше ничего не надо. Потому что, действительно, вот, понимаете, это из года в год, из десятилетия в десятилетие сохраняется вот этот страх перед местными эстетиками где-то на подкорке уже, передающейся по наследству. Потому что, понимаете, если говорить, как я уже указывал, что проблема с анестетиками, с местными анестетиками, она не такая великая. Вот, например, если говорить про риск вообще смерти от анефилактической реакции, да, от анефилоксии, то вы, может быть, будете удивлены. На самом деле, возникает этот риск при употреблении на первом месте определенных пищевых аллергенов. Вот, например, вот по данным Штатов, большинство пациентов погибают от анефилоксии на первом месте употребляя арахис, арахисовое масло. То есть, да, и пасту. То есть, вот, там, то есть, это аллергены, например, там, аллергены рыбы. То есть, это то, что поступает, там, когда пациент что-то ест, там, в кафешке или в ресторане. На втором месте, собственно, это укусы пчел и ос, которые действительно у некоторой группы пациентов с инсектной аллергией могут привести к тяжелым реакциям жизнеугрожающим. Вот. И на там третьем месте, действительно, это реакции, которые возникают отнюдь не на местной анестетике. Это, опять же, антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, рентгенконтастные препараты. Анестетики стоят там на десятом месте. Да, вот. Поэтому я бы, собственно, рекомендовал в этом случае снять повышенную взволнованность по поводу рисков реакции на местной анестетике и иметь в виду, что если развиваются какие-то реакции на приведение препарата, то, как правило, они не связаны именно с местными анестетиками. Они могут быть связаны с токсическими реакциями на препарат. Ну, вот как, например, приведение часто бывает. Пациентка приходит и говорит, вот, приведение местной анестетики называется сердцебиение. Но это не аллергия, это реакция на адреналин, который содержится в местной анестетике. Или эпизод головной боли, головокружение. Аллергические реакции, если они развиваются, они выглядят немножко по-другому, вот, и мы об этом поговорим. Да, вот как раз вопрос касаемо того, как они возникают. Совсем недавно тоже была пациентка, маленькая девочка, мы проводили лечение, и мама, она не могла расслабиться во время лечения совсем. Несмотря на то, что само лечение проходило, как всегда, абсолютно спокойно, но мама каждые 5 секунд встает, смотрит в глаза, почему ребенок двигается, что с ножками, что с ручками и так далее. Расскажите, как вообще возникают аллергические реакции, как это выглядит в принципе, чтобы родители могли понять, вот это вот обычное поведение ребенка, а вот это, это уже аллергическая реакция. Ну, если мы говорим про развитие аллергической реакции на лекарственный препарат, то следует помнить, что эти реакции, как правило, развиваются в течение первого часа. Это так называемые острые или ГЕ обусловленные реакции. Если какая-то реакция в виде отека в области щеки или где-то еще возникает на следующий день, то это что-то совсем другое, но не острая реакция на местную анестетику. А вот, как это обычно возникает, если мы говорим про аллергические реакции? Один из первых признаков – это зуд. То есть, зуд в области шеи, в области груди, в области лица. Второе. Появляются так называемые ортекарные элементы или элементы по типу крапивницы. Ну, вы знаете, вот видели укусы от комаров или ожоги от крапивы. Вот примерно так это выглядит. Или формирование отеков. Следующий период, следующий этап – это возникновение, так называемое, попёршивание или подкашливание. Пациент начинает жаловаться на чувство стеснения в груди, нехватку воздуха, одышку, затрудненное дыхание. Вот примерно вот так это развивается. Всё начинается, как правило, с зуда кожных покровов. Может заложить нос, появляется чихание. Затем, собственно, появляются различные кожные высыпания, но они носят, как правило, такой ортекарный характер. И в более тяжёлых случаях может развиваться уже там и одышка, и затруднённое дыхание, если мы говорим о развитии какой-то тяжёлой аллергической реакции. Ну, собственно, вот так. Если пациент видит там шприц и уже падает, ну, конечно, это психовегетатика, это просто оморок. И здесь нужно и пациентам, родителям, и докторам чётко разграничивать, что это была реакция на укол просто, или это действительно была реакция по вот такому ИГЕ условленному типу. Да, спасибо. Следующий вопрос. Бывают ли аллергические реакции на общее обезболивание, то есть на наркоз и на закиси азот? Ну, вот я хочу сказать, что раньше, чтобы наши зрители и слушатели знали, общий наркоз использовался как средство лечения вообще анафилактических реакций. То есть, когда у пациента развивается какая-то тяжёлая аллергическая реакция, сразу пациент приводили вот на методы общего обезболивания, потому что, опять же, соединения, которые используются при проведении общей анестезии, они абсолютно не аллергенны. Опять же, это вот молекулы вот этих вот там соединений, они настолько небольшие, что они не могут спровоцировать развитие аллергических реакций. То же самое, ну, в отношении закиси азота. Ну, вы знаете формулу, да, это НО. Ну, это закиси азот, который не может спровоцировать ответ иммунной системы, так же, как реакция, там, не знаю, на H2O, на воду, на кислород. Такое не бывает. Вот, поэтому, нет, опять же, мы можем говорить о токсических реакциях, передозировках, но классической аллергической реакции на общее обезболивание, на общую анестезию, нет, не бывает. Так же, как и на закиси азота. Что потенциально обсуждается аллергологами и анестезиологи, знают. Есть такой термин, называется аллергия на латекс, латексная аллергия. И латексодержащие изделия, они часто применяются в анестезиологическом оборудовании. Вот, то же самое латексные перчатки, они используются широко в медицинской практике. При наличии такой аллергии, вы должны предупредить и стоматолога, и анестезиолога, что да, у моего ребенка, у меня есть аллергия на латекс. В этом случае, да, возможны аллергические реакции. Но на сами препараты, на закиси азота, на препараты, используемые в общей анестезии, нет, аллергических реакций не бывает. Ну и последний, наверное, вопрос, который тоже очень часто волнует родителей, бывают ли аллергические реакции на пломбы? То есть, вы сейчас нам поставите пломбы, мы уйдем домой, у нас там дома начнет что-то развиваться. Ну, опять же, вот, это тоже та же самая тема, связанная с закиси азота, с общей анестезией. В пломбировочном материале используются, все-таки, это основа, это цементы, это неорганика. Вот. Неорганика не провоцирует аллергические реакции. В единичных случаях ко мне подходили пациенты, связанные с реакциями на, с местными контактными реакциями при использовании различных вот пластинок на основе пластмасс, которые тесно прилегают к небу и возникают очаги гиперемии и отеков. И в этих случаях надо, опять же, смотреть, не связано ли это просто, ну, с давлением, вот, как формируется, как пролежение. В целом, вот, те препараты, которые используются в пломбировочном материале, они гипоаллергенные. Но эта тема, действительно, она, она непростая. Почему она непростая? Потому что, с одной стороны, мы знаем, что, да, эти все препараты, они безопасны. С другой стороны, у нас нету средств для диагностики вот таких вот аллергических реакций. То есть, когда, условно говоря, пациент приходит и жалуется, что у него появляется покраснение вследствие контакта с пластинкой, например, здесь мы рекомендуем просто на какое-то время там снять эту пластинку, посмотреть и использовать аналогичный другой материал. Но на пломбировочный материал аллергические реакции, если возникают, то, скорее всего, как казуистика все-таки. Потому что, опять же, используются неорганические соединения. Аллергию вызывают все-таки, это в большей степени сложные соединения, белковые соединения. Ну, собственно, вот так. Спасибо, Николас Александрович. В принципе, у меня вопросы закончились. Я хотел бы, наверное, сказать пару слов о том, как вообще устроено лечение в нашей клинике, какие вообще меры приняты и как мы работаем с детьми, у которых есть потенциальный риск возникновения каких-то серьезных аллергических реакций. В общем, что касается абсолютно любого пациента, будь то взрослый или ребенок, который попадает в нашу клинику, на самом начальном этапе, когда только пациент подходит к администратору. Администратор уточняет наличие или отсутствие аллергических реакций каких-либо. Далее, всем пациентам абсолютно на запястье руки приклеивается браслет. Здесь отметка о том, что у этого конкретного пациента может быть гипотетически-аллергическая реакция. И абсолютно весь персонал об этом осведомлен. И, посмотрев на руку, он может уже понять, возможно, с этим пациентом такая ситуация или невозможно. Кроме этого, весь персонал клиники, начиная от администраторов, заканчивая, разумеется, врачами-ассистентами, умеют, во-первых, распознать аллергическую реакцию, во-вторых, знают, как с ней бороться. Что касается детей-аллергиков, которые поступают к нам на лечение, у нас, на самом деле, уже отработанная схема взаимодействия с такими пациентами. В тех случаях, когда имеется реальный риск, и мы подозреваем развитие возможной аллергической реакции, первым делом мы отправляем, конечно, к Николаю Санычу для того, чтобы он провел консультацию. Если вдруг есть в этом необходимость, Николай Саныч проводит какое-то исследование. Кроме этого, у нас в клинике есть каждый день штатный анестезиолог, который в случае возникновения аллергической реакции может очень быстро зайти в кабинет и оказать уже высококвалифицированную помощь, потому что, ну, все-таки, анестезиолог-карелематолог, это, по большому счету, его работа. То есть, в принципе, мы создали такие условия, что практически пациенты с любой аллергической реакцией мы так или иначе вылечить можем, друзья. Все. Поэтому я думаю, что пришло время поотвечать на вопросы, если какие-то есть. Я бы хотел еще, вот, все-таки, еще раз сделать две ремарки, с вашего позволения. Хотел бы резюмировать, что вот, если говорить про аллергообследование, ну, кожные пробы или вот эти провокационные тесты подкожные, то в них нуждаются только пациенты, дети, у которых развелась некая реакция, подозрение на аллергическую реакцию после введения препарата. Поэтому я призываю родителей снять немножко вот такое напряжение в отношении местных анестетиков. Вот ко мне приходит масса пациентов на аллергообследование для подстраховки. У ребенка атопический дерматит, поленоз, бронхиальная астма. Я делаю эти кожные пробы с местными анестетиками. И, поверьте, ни у кого из этих детей нету положительных реакций. Вот. Собственно, мы работаем с основными препаратами, с которыми работает наш замечательный стоматолог. Собственно, да, я выполняю это обследование в большей степени даже, ну, по настоянию родителей, по желанию их. Потому что, ну, реальной медицинской необходимости в этом на самом деле нет. Вот. Поэтому, да, если у ребенка была какая-то реакция у стоматолога во время посещения, в этом случае надо разбираться. Во всех остальных случаях, если у пациента наблюдается контроль аллергического заболевания, можно абсолютно спокойно идти к стоматологу. Если отмечается какая-то острая ситуация, связанная с острой зубной болью, в любом случае нужно идти к стоматологу, лечить зубы, но при этом уведомлено доктора и приняв ваш плановый противоаллергический препарат. Вот, собственно, такая концепция. Так, вопрос тут. А где все же сделать аллергопробы? Есть ли подозрения на перекрестную аллергию? Ну, собственно, можно сделать с местными эстетиками у нас. Я этим занимаюсь. Вот, поэтому, да, кожаные пробы мы можем делать в сомнительных случаях, в более тяжелых случаях, когда нужно разбираться. Я делаю также вот эти подкожные провокационные тесты, но это требует уже такого достаточно длительного времени. Поэтому, да, я делаю кожаные пробы с основными препаратами на основе артикаина, то есть это ультракаин, это сектонест, вот, и на основе миппевокаина, ну, это скандонест. Это, пожалуй, основные препараты, которые используются в детской практике. Какой анестетик вы используете детям? Артикаин. Так, тут вопрос. НПВС, антибиотики, аллергические реакции на сироп, красители. Ведь это тоже не ВМС-соединение, как и местные анестетики. Не ВМС? Да. Не высокомолекулярное соединение. Да, вот часто действительно наблюдаются аллергические реакции, например, на норофен, ну, за счет содержащегося в нем там сиропа и добавки. То есть не на сам препарат, а на сироп, содержащий всякие там эти, опять же, компоненты. НПВС, да, действительно, собственно, они не являются классическими аллергенами, являются так называемыми в большей степени гаптенами. Но у нас есть термин такой, например, аспириновая, там, бронхиальная астма. Когда вот аспирин, содержащие препараты, или НПВС, могут приводить к высвобождению гистамины из тучных клеток. Но также как рентген-контрастные препараты. Строго говоря, они не являются аллергенами, но приводят вот такой массовой дегрануляции тучных клеток, это их особенность, и к возникновению таких вот достаточно тяжелых, острых аллергических реакций. А вот, какие еще препараты также рискованные в плане аллергии? Ну, это цитостатики и иммунодепрессанты, чтобы имели в виду. То есть, вот основные препараты, это, конечно, антибиотики, прежде всего, пенициллины. Ну, а пенициллины, вы знаете, они все производятся на основе пенициллума, грибка. Вот, это анистероидные противовоспалительные препараты, это рентген-контрастные йод-содержащие препараты, иммунодепрессоры. Ну, собственно, да, вот это основная группа препаратов, приводящих к аллергии. Правильно ли юридически принимать детей с одегощенным аллергоанамнезом без аллергопроб? Ну, в этом случае, нет, собственно, в настоящее время нет такого приказа, которому указывается, что всем детям, которые обращаются к стоматологам, нужно проводить аллергообследование. То есть, мы в этом плане не противоречим. Да, обследование должно быть выполнено, если у ребенка действительно была в прошлом какая-то аллергическая реакция на применение препарата. В этом случае, собственно, мы не проводим, и в России не проводят каждому стоматологическому пациенту аллергообследование на переносимость местных анестетиков. В этом нет необходимости. У артикаина противопоказания дети до 4-х лет. Как быть с детишками до 4-х лет? Есть ли замена? Да, хороший вопрос. Действительно, он обсуждается среди стоматологов. Очень важно. Спасибо за этот вопрос. В этом случае, действительно, врачами мы стараемся следовать инструкции к препарату. Если ребенок младшей возрастной группы, то в этом случае обсуждается просто проведение общей анестезии и лечение детей, в таких случаях, под общей анестезией. Да, по большому счету так. И одно дело, когда является прямым противопоказанием, другое дело, когда с осторожностью. То есть, это разные, скажем так, показания. Подскажите, после наркоза сиваран-пропофол через 4 часа развился отек щечной области, покраснение глаз, подозрение на отек к венке. Как обследоваться, если предстоит снова наркоз? Ну, вот я хочу сказать для примера, знаете, у меня была недавно маленькая пациентка. Вот аналогичная ситуация. Возник отек в области щеки. Обратились с целью исключения аллергии. Через несколько дней, вот, вместе, там, этого отека сформировался настоящий синяк прям. Вот. Ну, вот, аллергические реакции не приводят к синякам. То есть, была местная травматизация слизистой, которая привела к возникновению такого отека. Вот. Как я сказал, ну, препараты, используемые для общей анестезии, они не приводят к развитию каких-то локальных отеков и вообще аллергических реакций. Ну, в любом случае, в этом случае надо разбираться, надо обсуждать. И, действительно, если есть какие-то сомнения, ну, в этом случае, если использовались, опять же, местные анестетики, то нужно делать кожные аллергопробы и исключать сенсибилизацию. Ну, как я говорил, уже указывал, крайне редко отмечается сенсибилизация к современным местным анестезирующим препаратам. Так, ну, тут вопрос от коллег уже много пошло смотреть. Клинический случай и вопрос. Пациентка 12 лет, была консультация. Мама утверждает, что у девочки аллергия на все, даже на противоаллергический препарат. Что делать с такими пациентами? Ну, в этом случае, понимаете, хороший вопрос во многом зависит от аллерголога, от его квалификации, стажа и опыта. Потому что есть, так называемые, опять же, провокационные тесты. В идеале их нужно делать, ну, когда рядом есть анестезиолог, потому что действительно многие пациенты боятся, когда мы назначаем тот или иной препарат в абсолютно минимальной дозе и оцениваем состояние пациента или ребенка. Ну, как в данном случае, как я говорил, подкожный провокационный тест с анестетиками. Так же делается, например, там, кожные пробы с антибиотиками. Но в любом случае, нужно обсуждать, нужно говорить, что за реакции были. Какого плана? Действительно ли там были эти аллергические реакции? Вот. И в этом случае, знаете, я иногда использую, ну, подговоренности с пациентом, так называемую плацебо, пустышку. Когда, вот, собственно, если у пациента развивается, там, какая-то реакция в виде обморока на введение физраствора, ну, здесь все понятно. То есть, это психосоматика, когда он реагирует на введение просто пустышки. Но в этом случае мы договариваемся, это предупреждаю. Да, вот. Один из препаратов – это физраствор. Вот. Таким образом, мы разграничиваем и дифференцируем, действительно есть реакция или нет. Я хочу сказать абсолютно откровенно, что не все аллергологи вообще берутся за диагностику исключения лекарственной аллергии, потому что эта тема, ну, и рискованная, с одной стороны, и ответственная, и очень непростая. И, к сожалению, в настоящее время в России очень мало кто занимается этим, и нет надежных, достоверных методов диагностики. Это касается не только, на самом деле, России, но и за рубежом. Вопрос в квалификации доктора и действительно в определении тех основных групп препаратов, которые пациент может переносить. Ну, опять же, вот по опыту моей стажировки в израильском госпитале Шнайдера подозревается реакция у ребенка на, допустим, агументин. То есть, доктор удостоверяется, что все нормально, все хорошо, они приносят, там, вот эту бутылочку с агументином, дается пробная небольшая доза по схеме, и ребенок находится вот рядом с кабинетом в течение нескольких часов. Если все нормально, все хорошо, то мы считаем, что данный препарат может использоваться в практике. То есть, это вот так называемые провокационные тесты, которые могут использоваться, особенно если рядом с аллергологом есть анестезиолог, ну, на случай развития какой-то аллергической реакции, это в этом случае вообще, конечно, хорошо. У нас, у меня был опыт, вот когда мы с анестезиологом проводили подобные исследования у взрослой пациентки с поливалентной аллергией, и она считала, что у нее развиваются анафилактические реакции, вот, мы провели рядом с ней, ну, порядка 3-4 часов, когда мы потихоньку, не спеша, вот, вводили местный анестетик, потому что она к 40 годам лечила зубы вообще без использования каких-либо местных анестетиков. И каково же было удивление ее, что вот мы подобрали там препарат, что она смогла, наконец, спокойно в дальнейшем лечить зубы с использованием местной анестезии. Для нее это, конечно, был праздник. Вот, поэтому, собственно, здесь, безусловно, нужно встречаться, обговаривать и дифференцировать. Действительно, у пациента есть признаки какой-то системной реакции, и исключать ее. Либо это, собственно, какие-то другие побочные эффекты на препарат, токсические реакции, психосоматика, вегетативные реакции, которые, как я сказал, это 95% всех реакций при использовании стоматологических препаратов. После анестезии у ребенка в 8 лет появились красные пятна на груди. Что это, аллергия или стоматическая реакция? Ну вот, красные пятна на груди, да, если после анестезии, здесь нужно разбираться и исключать, да, острую аллергическую реакцию. В том числе, как я уже говорил, в состав местной анестетики входят и другие компоненты. Это и парабены, и сульфиты, и так называемый ДТА. В редких случаях они сами по себе, то есть не сам по себе там артикаин провоцирует реакцию, а именно эти добавки, которые служат консервантами. В этом случае, да, необходимо разговаривать, беседовать, встречаться и исключать аллергическую реакцию. Я с вами согласен. Потому что пятнистые элементы в области груди, ну, не должны возникать при использовании обычных анестетиков. Нужно этим заниматься. Да, при этом у меня есть пациентка, у которой вегетативная такая реакция, она просто боится инъекций. То есть при виде там карпа, анестезия краснеет. Да, 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 вот буквально мы готовимся к местной анестезии, еще не приступаем, уже вся шея красная, руки краснеют и так далее. Обычно вегетативная реакция такая тоже может быть, они не могут, такие пациенты не могут это контролировать. Да, 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 общее такое ценное замечание, поэтому, знаете, есть такой синдром белого халата, когда пациент видит доктора и уже начинается сердцебиение и подскакивает давление. Вот, поэтому это тоже надо иметь в виду, что вид стоматолога с инструментами, с карпулами уже может спровоцировать, вот аля вот эту вот аллергическую реакцию. А как быть с апплекционной анестезией? Там красители, вкусовые добавки. Ну, при апплекционной анестезии, вот, знаете, вот, как ни странно, но вот такие пациенты ко мне, собственно, не приходили с реакциями после использования апплекционной анестезии, вот, поэтому я здесь даже не могу ничего сказать, потому что у меня не было опыта по развитию каких-то аллергических реакций при использовании апплекционной анестезии. Если его поделить, было бы очень интересно, но у меня не было таких наблюдений. Может ли увеличение дозы анестетика вызывать аллергическую реакцию, побочный эффект? Понимаете, дело в том, что вот аллергическая реакция сама по себе, как правило, не зависит от объема. Ну, вы, наверное, знаете, там, даже небольшие количество, там, например, там, антибиотика, или некоторые пациенты, знаете, реагируют просто на запах рыбы, и уже, там, это может спровоцировать крапивницу. Или, там, небольшой орешек сам по себе, там, арахис, там, или, там, кедровый орешек может спровоцировать крапивницу. Нет, вот, особенность аллергии состоит в том, что нет зависимости, такой прямолинейной, от количества вводимого препарата. А вот токсические побочные реакции, ну, например, вы знаете, там, при использовании лидокаина, да, в больших дозах, этот препарат может влиять на проводимость в области, там, сердца. Или другие токсические реакции, ну, опять же, за счёт, там, добавления того же адреналина в местной анестетике. Да, вот эти дозозависимые токсические реакции побочные, они имеют место быть. Аллергические реакции не зависят от количества. Да, Владимир, вы препараты. Да, аллергические реакции могут быть, что называется, на кончике игры, да, то есть минимальная доза, абсолютно минимальная, и она может привести к достаточно серьёзной аллергической реакции. Я хотел бы остановиться, вот ещё что-то полезно будет знать, и, опять же, специалистам, докторам, и пациентам. Конечно, что, чего больше всего боятся доктора, это развитие анафилактического шока, и в каждом стоматологическом кабинете должен быть адреналин. Это препарат выбора для оккупирования вот таких вот аллергических реакций. Именно адреналин, его быстрое, максимально быстрое введение способно предотвратить развитие анафилактической реакции. Поэтому в этом случае доктора могут даже перестраховываться. Это нормально. То есть, если есть признаки развития анафилактической реакции, в этом случае считается так, лучше лишний раз ввести адреналин, таким образом предупредив развитие очень тяжёлых и сложений, чем его ввести позже, через 5, 10, 15 минут. Поэтому, да, какие признаки, опять же, анафилоксии? Ну, это затруднённое дыхание, это нарушение сознания и снижение артериального давления. Это является абсолютным показанием для введения адреналина. То есть, если мы слышим слово анафилоксия, анафилактический шок, первое, что нужно сделать, это ввести адреналин. Он вводится, как правило, внутримышечно, либо в виде шприца и ампулы, либо вот на Западе есть ещё такие шприц-ручки, которые сразу позволяют ввести этот препарат. Ну, собственно, эта анафилактическая реакция, она, как я говорил, может развиться и на какой-то пищевой аллерген, на поступление его через лучший тишечный тракт. И при укусе насекомых. Ну, собственно, вот основные провокаторы. И при, например, рентген-контрастном исследовании, когда пациенту в рентген-кабинете вводят препарат, и, соответственно, развивается такая тяжёлая аллергическая реакция. Адреналин, препарат выбора в этих случаях сразу. Не антигистаминный препарат, не гормональный препарат, а именно адреналин. Ребёнку три года, нужно лечить зуб. В клинике говорят, что наркоз используют для лечения более трёх зубов. Как быть и как лечить зуб? Так, это, наверное, ко мне вопрос. Всё зависит от того, в каком состоянии находится зуб. Мы понимаем, что три года – это тот возраст, когда через буквально полгода ребёнок может стать совсем другим. И вполне может быть, что его отношение к врачу изменится, и степень коммуникации тоже изменится. Соответственно, мы должны понимать, какие могут быть риски от нелечения. Если у вашего ребёнка поверхностный кариес, или какой-нибудь кариес эмали, средний кариес, то в этом случае мы вполне можем предложить адаптационные визиты, чтобы ребёнок пришёл несколько раз, попривыкал и так далее. Но это не гарантия, опять же, того, что ребёнок в этом возрасте, имея данные конкретные особенности поведения, совершенно точно после адаптационных визитов даст вылечить зубы. Но при этом, если у ребёнка один-единственный зуб, но в таком состоянии, когда требуется уже, например, лечение нерва, то есть зуб имеет диагноз пульпит, когда существует ряд возможных осложнений в виде отёка, переостита, с последующим удалением госпитализации, разрезами и так далее, то мы здесь понимаем, что, наверное, гораздо правильнее провести лечение здесь и сейчас, чтобы не допустить этого, чем ждать непонятно чего, потому что у детей очень быстро возникают воспалительные процессы, буквально утром может быть всё хорошо, вечером уже может наступить отёк, и это связано с тем, что у детей достаточно широкий клетчаточный пространство, то есть, простыми словами, много подкожного жира, и инфекция распространяется крайне быстро. И такое воспаление у детей, оно не всегда безопасно. Такое воспаление может спуститься и в область средостения, и через отверстие в черепе попасть в область головного мозга, ну и так далее. И чем это закончится, никто не знает. Поэтому, если у ребёнка поверхностный кариес, естественно, это не показание для лечения под наркозом. Если у ребёнка пульпит или периодонтит, то это, конечно, показание для того, чтобы лечиться здесь и сейчас. Так, и вопрос, не знаю, можем ли мы на него ответить конкретно? В какой дозировке вводим адреналин детям? Ну, в зависимости от возраста, безусловно, от веса. Обычная дозировка на 0,1 мг на килограмм. Но если, так сказать, вот какая-то форс-мажорная ситуация, вы можете детям сразу ввести 0,5 мл препарата абсолютно спокойно. Да, может быть сердцебиение, может быть подъём давления, может быть головная боль, может быть бледность кожных покровов. Но в любом случае, вы в этом случае окажете сразу первую помощь. Обычная дозировка на 0,1 мг на килограмм. Препарат идёт в ампулах по 1 мл очень быстро набрать. То есть, любые признаки нарушения сознания, когда, опять же, есть высыпание на теле, зуд, попёрхивание, в этом случае вы не бойтесь лишний раз использовать препарат, потому что, как я говорил, риски, ухудшающие прогноз, они значительно увеличиваются при более позднем введении препарата. Вот это надо иметь в виду по адреналину. Ну и, собственно, вот резюмирую, я бы хотел сказать, ко мне вот стоматологи во фэнтези очень часто направляют пациентов, да и другие стоматологи с целью исключения аллергических реакций на местной анестетике. Многие пациенты приходят, опять же, с целью подстраховки, так называемой. Я вот только у единичных пациентов обнаруживал по результатам аллергообследования признаки сенсибилизации к одному из местных анестетиков. Абсолютно большинство, 99% это все дети, не имеющие каких-то или признаков сенсибилизации по кожным пробам, отрицательные результаты. Поэтому, слава богу, вот эта проблема с аллергией на современную местную анестетику, она уходит на второй план. Поэтому здесь в этом плане можно немного, наверное, расслабиться. Вот. Если речь действительно там о подстраховке, я все обговариваю пациентам, рассказываю. Если пациент наставит, ну, конечно, я делаю, безусловно. Ну, чтобы вы понимали, абсолютно в большинстве случаев это исследование является не столь необходимым. Поэтому я призываю стоматологов в этом плане тоже расслабиться, не отправлять на аллергообследование без наличия на то показаний. Ну, и, безусловно, наших слушателей, родителей тоже в этом плане релаксироваться, не переживать, доверять вашим докторам и информировать врачей-стоматологов о всех сопутствующих проблемах со стороны здоровья, о всех лекарственных препаратах. Потому что, действительно, врачи-стоматологи нуждаются в полной информации и поддержке контакта с доктором, чтобы никакая информация не была утеряна. Это очень важно. К завершению, то, да. Да. Всем спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.